Контролеры МУПАТа совместно с Новоуренгойской полицией прокатились на городских автобусах и проверили, все ли жители соблюдают масочный режим. Об итогах проверки расскажем в нашем сюжете. Заходим в первый автобус и сразу замечание пассажирам. Масочный режим, маски надеваем. Почему без масок? Люди в спешке надевают маски. Сотрудники МУПАТа проводят контроль автобусов ежедневно. В эту пятницу к ним присоединились полицейские. Основная задача проверить, как соблюдается масочный режим. По словам кондукторов, чаще всего игнорируют порядок молодые люди. В основном подростки не одевают маски. Выдаем каждому. Тяжело вообще в маске целый день? Я уже привыкла. Вообще, из начала, как пандемия началась, я покупала, закупала, пока они были. Я старалась одеваться, потому что у меня дети, и я боюсь за здоровье и за свое здоровье. Боятся за свое здоровье и пытаются уберечь других. На одну смену автобусу администрация ежедневно выделяет около 50 масок. На весь городской транспорт выходит 1700 штук. Благодаря таким мерам конфликтов с пассажирами стало меньше, говорят работники МУПАТа. Встречаются лишь единичные случаи. Грубо нарушают подростки, учают студенты наших колледжей, преклонного возраста же люди нарушают, не хотят одевать. Просто отказываются одевать и все. Мол, они не болеют. Покажите нам то постановление, кто это дал такой указ. А сейчас, когда уже начали раздавать на два круга, на три круга, уже молодежь знает, что есть у водителей маски, есть у кондукторов маски. Мы их обеспечиваем. Очень мало нарушений. Очень мало. На этот раз обошлось без злостных нарушителей. Люди при виде камеры без лишних разговоров надевали маски. Если гражданин не соблюдает масочный режим в общественном транспорте или в общественных местах, на данного гражданина будет составлен административный протокол. Есть такие граждане, которые утверждают, особенно приезжие из других городов, которые говорят, что у них режим повышенной готовности был снят, никакие маски им не нужны якобы. И они здесь также утверждают. Стоит напомнить, на Ямале режим повышенной готовности продлен до 1 ноября. И ношение масок в общественных местах – обязательная эпидмера. Верборонов, Феликс Рассехин, телерадиокомпания «Сигма», для НУР-24.